Хайя ленфала Доброе стамбульское утро! Чем занять пару дней в городе, в котором бывал уже много раз? Особо не заморачиваясь, можно пройтись по основным достопримам. В этом здорово поможет проездной на все виды общественного транспорта Истамбулкарт. А еще можно потолкаться в центральном районе Султан Ахмед. Зайти в знаменитую голубую мечеть. Мечеть эта, кстати, оставила впечатление скорее туристического, нежели культового объекта. В отличие, скажем, от одновременно величественной и гостеприимной большой мечети султана Кабуса в столице Амана Маскоти. Заглянули в так называемую цистерну Феодосия, водосборник византийских времен. Построенное в V веке это подземное сооружение снабжало водой термы, дворцы, фонтаны Константинополя. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня здесь можно посмотреть впечатляющее цветозвуковое шоу, рассказывающее историю города со времен Христа до Ататюрка. Трамвай «Ностальжи» ходит по Стамбульскому Арбату, пешеходной улице и Стекляль, от остановки фуникулера «Тюнель» до площади «Таксин». Точно такие же трамвайчики в начале 20 века возили по Константинополю российских эмигрантов – Бунина, Вертинского, Аверченко. Площадь «Таксин» украшает скульптурная композиция. В центре, естественно, сам отец Турак. А вот по левую руку от него товарищи Ворошилов и Оралов. Почетное место досталось им за щедрую военную и материальную помощь, которую зачем-то оказала одна разоренная войной и революциями страна другой. Но истории истории, а красоту природы никто не отменял. И пролив Босфор – живое тому доказательство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Босфорская девица, как называют эту романтическую башню, прошла нелегкий девичий путь. От тюрьмы и карантинного изолятора до маяка и, наконец, сегодняшнего ресторана. Чао, Стамбул. Завтра нас ждет Каир, а провожает Галатская башня. Маяк, пожарная колонча, музей. Доброе Каирское утро. После ночного перелета уставшим путникам надо бы встряхнуться. Одним словом, вези меня, извозчик, погулкой на столой, через мост Каср-Ан-Нил. Мимо памятника отцу египетской независимости Сааду Заглюлю на остров Замалек Каирской башни, которая аж на 43 метра выше пирамиды Хеопса. Теперь понятно, почему башня, а не пирамиды. После живописных панорам полезна немного шоковой терапии. Коптский квартал мусорщиков-заболинов, которые чистят Каир от его отхода, это настоящее чистилище, по виду, по запаху. Зато перед смельчаками его прошедшими открывается оно настоящий рай. И создали его на свои трудовые мусорные, те самые заболины, христианская община египетской столицы. На скалах высечены сцены из Евангелия, а в трех огромных пещерах три потрясающих храма, вмещающие единовременно более 20 тысяч верующих. Комплекс посвящен святому Симеону, дубильщику Кош, который в X веке придачами грозного халифа Муиза Лидинала, можно сказать, на спор с главным раввином фатимитского халифата, свершил евангельское чудо. Молитвой приподнял Каирскую гору Мукаттам над землей. Потрясенный халиф признал христианство, а коварного иудея изгнал прочь. И с тех пор копты христиане укоренились в Каире. Легенда легенды, а чудо в камне, вот оно. КОНЕЦ Египетский музей, старейший на Ближнем Востоке. В нем достаточно хаотично размещено 170 тысяч экспонатов. Входной билет 15 долларов. Атмосферу древнего Египта стремятся ощутить тысячи и тысячи посетителей. Поэтому вдохнуть ее полной грудью в такой толпе, по мне, так нереально. Почти 90% экспонатов – это, по сути, гробы и их содержимое. Вельмож хоронили в настоящих произведениях искусства. А мумии чинов попроще, особо не заморачиваясь, укладывали в тростниковые корзины. А это огромная очередь, разумеется, в зал сокровищ Тутанхамона. Кто последний? Я за вами. Немного развеяться после свидания с Вечностью. помогла речная прогулка по Нилу. На ладье, устланной диванными подушками, управляемая хулиганистым шкипером с приросшим к уху смартфоном. На людей посмотреть, себя показать. Для чего еще существуют рынки? Не фондовые, конечно, а такие, как Сукхан Аль-Халили, один из символов Каира. Вы думаете, это торговцы, зазывалы, помогалы? Нет, это гипнотизеры. Не поддающимся внушению, вроде меня, на таком рынке делать нечего. Ну, разве что. После обязательной программы вольные упражнения со встречи Нового года по системе All-Inclusive пятизвездным барон Палмс Шарма-Шейхского уезда Красноморской губернии. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон